МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Немножко макароны, печенье прибавляют лишние килограммы. Значит, для того, чтобы похудеть, нужно перестать их есть. Понимаешь, Надя, мы обычно убираем не те углеводы. Продукты, о которых я буду говорить дальше, они вес не прибавляют. Они способствуют нормализации обмена веществ. Но существует убежденность, что для того, чтобы хорошенько похудеть, нужно отказаться практически от всех углеводов. Есть люди, которые садятся на такую диету, фактически безуглеводную, потом происходит обратный эффект, насколько я понимаю. Да, человеческий организм строится из белков, жиров и углеводов. И поэтому исключение одного из компонентов всегда приводит к тяжелым последствиям. Доказано, что исключение углеводов может не только нарушить жировой обмен и привести к избыточной массе тела, но может столько натворить бед в организме, что из этого приходится выбираться при помощи врачей. Естественно, что углеводы занимают достаточно почетное место в нашем питании, и мы не должны о них забывать. И еще одно, на что мы должны обращать внимание, это глюкоза, это крахмал и это клетчатка. Это важные компоненты углеводов, которые должны быть в нашем организме обязательно, причем желательно, чтобы каждый день. По поводу углеводов нам сегодня предстоит множество открытий. Еда, которую нельзя исключать из своего рациона. О каждой группе продуктов я расскажу немножко попозже. А сейчас разберемся в следующем. Почему же человек поправляется, когда кушает много углеводов, и почему он не худеет, когда он кушает мало углеводов? Да. Углеводы – это компонент нашей пищи, который несет энергию. В углеводах содержатся вещества, витамины, минералы, которые участвуют в обмене жиров. Есть такое даже выражение в биохимии, что жиры горят в пламени углеводов. Мы не едим углеводов, у нас перестают утилизироваться жиры. И откладываются в запасы, которые мы видим потом на себе. Если мы не едим углеводы, то наш организм начинает экономить очень сильно энергию и замирает. Много углеводов? Поправляемся. Понятно почему, да? Нет углеводов? Поправляемся. Понятно почему? Значит, важно знать, сколько съесть этих углеводов и в каком виде. Конечно. Я хочу объяснить, как действуют углеводы в нашем организме. Они делятся на две большие группы. Простые углеводы имеют очень доступную глюкозу. Значит, если мы посмотрим на табличку, у нас есть норма глюкозы в крови, у нас есть быстрые углеводы, которые очень быстро поднимают уровень глюкозы. Первая реакция – мы хотим кушать сложные углеводы или всасываются достаточно медленно. Очень хорошо и долго поддерживают уровень глюкозы в крови. Поэтому мы после таких углеводов чувствуем себя достаточно долго сытыми. В нашем питании больше должно быть сложных углеводов. В этом-то смысл углеводистой пищи. Поэтому нам так важно понять, какие углеводы сложные, то есть медленные, а какие быстрые. Да, перейдем к холодильнику и теперь разберемся, какие же у нас продукты содержат простые и сложные или быстрые и медленные углеводы. Раскрывай секрет, пожалуйста. Раскрываю. Первый компонент, который является энергией для нашего мозга – это глюкоза. Глюкоза, фруктоза, мальтоза – известные людству природные сахариды. Глюкоза среди них найкориснейшая, оскільки є универсальным джерелом энергии для организма. Саме вона живет мозг, мязи, в том числе и сердцевый, поддерживает необходимый уровень цукру в крови. Когда уровень глюкозы в организме достигает необходимой количества, в мозг передается сигнал про насыщение, и в людинии сникает желание продолжать ездить. Глюкоза мне, пожалуйста. Глюкоза тебе. Это вкусно очень. И мед тоже глюкоза? В глюкозе очень нуждается наш мозг. Состояние слабости, какой-то вялости – это падение уровня глюкозы в крови. Иногда, по-моему, даже голова начинает болеть. Не то слово, что болеть, думать человек перестает, потому что не хватает того энергетического материала, который необходим для нашего мозга. Ну, например, фруктов в день можно съедать граммов 300, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить количество глюкозы нашего организма, кроме тех продуктов, о которых я буду говорить дальше. Сухофруктов можно съесть, например, грамм 30-40, не больше в день. Но если я вот сухофруктов, а потом еще хочу два банана, можно? Можно. У тебя получается 300 граммов фруктов, граммов 40 сухофруктов, 1-2 чайные ложки меда в день. Меда обязательно. Мы эти продукты должны распределить в течение дня равномерно. После каждого приема пищи основного вы будете чувствовать, что вам надо через какое-то время съесть чего-то сладенького. Это часть нашей еды, которую мы обязаны кушать. Но здесь еще нет кое-каких простых углеводов. Шоколад, конфеты, торт. Шоколад. Черный, горький, пожалуйста, 20 граммов в день на этом настаивают. Это очень полезный продукт питания сам по себе. Там очень много антиоксидантов. Если мы посмотрим на все эти продукты, распределим их в течение дня нормально, то нам не будет хотеться очень сильно сладко, потому что у нас в холодильнике стоят те продукты, которые поддерживают уровень глюкозы в нормальном состоянии долго. А давай посмотрим на эти продукты. Следующий элемент у нас клетчатка, насколько я понимаю. Гречана кашка на снеданок. Саме так начали свой день наши прабабуси, которые задовго до научных исследований на себе відчували користь клетковины. Навіть маленькая порция насыщает организм. Клетковина прискуривает выпорожнение шлунка, вымивает заявый холестерин и желчные кислоты. Нерозчинные волокна транзитом проходят по шлунку и кишечнику, убирают в себе все токсины и выводят их. Ци дивоволокна – непримиренный ворог ожирения. Вживание богатое на клетковину ежи сприяет изменшению жировых прожарков и нормализует ревень цукру в крови. Тому рекомендуется диабетикам. Следующий элемент у нас клетчатка. Ну, собственно говоря, те продукты, которые содержат клетчатку, они, как правило, содержат и крахмал. Заменить вот эти вот углеводы нельзя только вот этими простыми. Некоторые же едят только фрукты в надежде на то, что они не поправятся. Правильно? Это же легкая еда. Но на самом деле, если есть больше фруктов, чем нужно, то тоже можно поправиться. Безусловно. Компонент, который должен обязательно поступать в наш организм – это клетчатка. Это каши злаковые. Это небольшая порция орехов. Она содержит достаточно большое количество клетчатки. Это овощи, тыква, морковка и баклажаны. То есть овощи могут быть любые? Конечно. Клетчатка – это часть углеводов, которая не переваривается нашим организмом. Клетчатка как зашла, так, собственно говоря, и вышла. Но выходит, она не одна. Она собирает на себя все тяжелые металлы, продукты, обмена веществ, которые должны выйти из нашего организма. Без этого сорбента наш организм очень быстро начинает отравляться. Отравляться и поправляться, наверное, начинает организм. Да, потому что все компоненты, которые не выводятся из организма до конца, они попадают обратно и тормозят работу клеток. А клетки начинают пухнуть. Клетчатка в желудочно-кишечном тракте разбухает. И человек механически чувствует сытость. Мы провели эксперимент по поводу сытости и клетчатки. Посмотрим, наверное, его. Эксперимент продолжает два дня. Наш герой Андрей в первый день попробует наъесться грошами. Отримает почти килограмм. Відчуття сытости наступает быстро. Но уже за півгодины Андрей снова был голодным. День второй. На обед пропонуем Андрееву квасолю. Лише 300 грамм. Утрече меньше, чем грош. Порцию Андрей полностью не съедает, бо відчуття голоду вже минає. Минуло 2,5 години, але Андрей и досі не зголоднів. И так получается, что фасоль является более сытной. Там, во-первых, содержится клетчатка, которая разбухает. Там содержится крахмал, который тоже насыщает более активно. А гроши там и клетчатки поменьше, и глюкоза там есть, которая дает быстрое насыщение, но очень быстро. Человек начинает чувствовать голод. Эксперимент доказывает, что сложные углеводы – это гораздо более сытная еда, чем простые. По поводу орехов еще вопрос. Кто считает, что от орехов поправляются? Вот как много людей. А у нас орехи стоят как представители необходимых сложных углеводов. И на самом деле это так. Орехи, кроме того, что они содержат грубую клетчатку, содержат жир. Это очень важный источник жира в нашем рационе. Растительного именно жира. Не как просто отдельный прием пищи, потому что ты не наешься 10 орехами. Но если ты положишь эти 10 орехов в кашу, или, например, салат, это даст сытость, и это даст ту клетчатку, которая в этих орехах есть. Наименее жирный из этих орехов – это фундук. Это я почему-то так насчет орехов выясняю подробно, чтобы не получилось потом, что вы, послушав нас, сказали, Надя сказала, орехи есть каждый день, и можно побольше, там полезные углеводы. И вот это жменьями орехи. А потом чего-то я опять поправляюсь. То есть надо действовать очень правильно. Следующий компонент, которого все боятся – это крахмал. Худнути, смакуючи улюбленные макароны – реально. Завдяки стейкому крахмалю, який, потребляючи в организм, не вызывает резких стрибков глюкозы в крови. Пройшевши весь шлунково-кишковый тракт, цей крахмаль затримуется в толстом кишкевнику и працюет подобно доволокон клетковины. А самое – покращивает травление и стимулирует утворение жирных кислот. Остальные ж активно спаливают жир. Возвращаемся к крахмалу, который есть в картошке. Он есть в картошке, он есть в макаронах. Я настаиваю на том, чтобы это были макароны твердых сортов. С отрубями или из цельного зерна печенье, может быть. Это фасоль, горох, бобовое. Это хлеба. В основном это цельнозлаковое. Или хлеба из пророженной пшеницы. Нам постоянно говорят, что не ешьте крахмал, содержащий продукты, потому что от них поправляются. Он, посмотри, как Катя кивает головой. Мы не должны это кушать ведрами. Это раз. Во-вторых, особенность крахмала заключается в том, что часть его вообще не усваивается нашим организмом. И как клетчатка тоже выводится. Это его польза. Это его особенность такая, которая позволяет нам эти продукты кушать в достаточном количестве. Еще он снижает гликемический индекс наших продуктов. То есть не так быстро повышает уровень глюкозы в крови. Вот таких вот сложных углеводов с крахмалом, с клетчаткой должно быть приблизительно 2 порции в день обязательно. Макароны можно кушать там 200-250 граммов за день, совершенно не беспокоясь о том, что будет с вашей фигурой. В печеной картошке или в вареной картошке содержится полноценный белок, который такой же точно, как в рыбе или в мясе. В картошке белок? В картошке 2 грамма белка – это достаточно прилично для растительной пищи. Поэтому не надо так бояться картошки. Кушайте ее несколько раз в неделю. В печеном или в отварном виде еще вот хлеб. Конечно, если бы вместо этого хлеба лежала сдобная булочка, то я бы вряд ли порекомендовала ее в вашем питании. Хлеб из цельного зерна содержит много клетчатки и крахмала, который даст вам сытость и который продлит чувство сытости надолго очень, 3-4 часа. Сможете о еде не думать вообще. А давай, если для тех, кто сейчас думает, ах, белая булка вкуснее, сколько в ней полезных углеводов? Белая ничего практически не содержит из полезных веществ. Ну а теперь нам нужно научиться правильно рассчитывать количество углеводов, которые мы в течение дня просто обязаны съедать для того, чтобы быть здоровыми и нормализовать свой вес. Мы должны съесть не менее полукилограмма овощей, где-то граммов 250-300 граммов фруктов, 250-300 граммов каши, хлеба вместе с фасолью. И таким образом у нас получается нормальное количество еды. При этом мы еще будем есть белки и жиры, которые тоже необходимы. Не мучайтесь, ешьте углеводы и будьте здоровы!